Нереальная пробка в сотых. Люди просто выходят из-за автобусов и идут пешком, потому что так будет быстрее. Я за час со 110-го даже до 102-го не доехал. Такие пробки сегодня утром были в разных точках города. В Улан-Удай перестали работать сразу несколько светофоров. Из-за осадков в 6 утра отключили электроэнергию. Света не было на Комушке, на проспекте Строителей, в 40-х кварталах, в поселке Восточный и на ПВЗ. Сегодня утром произошел ряд технологических нарушений в сетях электроснабжения города. На 15 часов все потребители запитаны. Остаются небольшие отключения, в том числе по Комушке. А порядка 100 домов сегодня на 29 мая мы закроем. Остановились на время и трамваи. Было закрыто движение от элеватора до Нового моста. То есть по улице, по проспекту автомобилистов, по улице Ботанической трамваи перестали ходить. 7.09 движение трамвая мы открыли. Понятно, что потребовалось определенное время для того, чтобы вагоны все расставились по расписанию. Из-за дождя не успели завершить ремонт на трамвайных путях по проспекту 50-летия Октября. Проезд в направлении элеватора все еще закрыт. Дорожники нынче в ночь должны были выйти, уложить уже автомобильное покрытие поверх трамвайных путей. Это железобетонные плиты. Но в силу погоды, утром тоже информация пришла о том, что ночью дорожники не работали. Дождь был и, в принципе, я думаю, все горожане видели. Теперь ремонт планируют завершить сегодня ночью. Если, конечно, погода не подведет. А вот в другом конце города дождь наоборот, показал недочеты дорожных работ. Речь об участке на улице Ключевская. Вот эту трассу-то у нас делают, вы знаете, это же водоотвод, копают-то все. Ну и что? Вот здесь уже все сделали. А вода-то стоит, значит, это ничего не действует или что? Копали, все раскопали, трубы положили, все на месте. Кстати, таких луж в городе было много. Даже несмотря на то, что коммунальщики начали откачивать воду еще ночью. За ночь в Улан-Дэ выпало 17 миллиметров осадков дождя. Комбинат по устройству работает в штатном режиме. Сейчас мы продолжаем откачивать воду. С основных магистралей мы воду откачали, сейчас на второстепенных работах продолжаем работать. В ночь у нас вышло 6 вакуумных машин и 6 мотопомб. Да, очень много лужей, они глубокие, кстати, в районе конечной, 47-го квартала. Но это, кстати, не особо расстроило ни автолюбителей, ни пешеходов. Моя машина находится в гараже, и я, честно говоря, особо не ощутил это. А дождик надо. Чем больше, тем лучше. Урожай будет хороший. А что толку? Со шланга поливаешь, поливаешь, а это уже не то. А когда дождь пройдет, это полезно. Самое то. Потому что дождь должно быть всегда. Ну, а что сделать? Природа. Да потому что земля сухая, сейчас влажно, и воздух чище стал. А вот то, что свет отключили, как-то это повлияло на ваше утро? Да, знаешь, еще проще стало. Светофоры не работали. Свет в домах некоторых горожан появился лишь к половине 12-го. Остальные последствия дождя коммунальщики устраняли еще весь день. Мариам Восконян, Артур Збержевич, телекомпания АТВ.